Если взглянуть на результаты последних сезонов, можно сказать, что нефтехимик самый слабый соперник во всей домашней серии. Но статистика личных встреч с торпедо это опровергает. Три последних поединка закончились в пользу нижнекамцев. Но торпедовцы уже приучили своих болельщиков. В матчах Нижегородского клуба статистика ничего не решает. Мы думаем будет 4-1. 4-1. Но это наши ожидания. Мы хотим, чтобы так было. На самом деле очень хороший город. Мы не местные, приезжаем, мы геологи. Поэтому мы здесь в командировке. Поэтому очень приятно будет. Ждем победу от торпеда Нижнего Новгорода. Обязательно победа. Только победа. И мы верим в победу. Вообще команда хорошая. Играет классно. Матч начинается с удаления в составе гостей. Подумаешь удаление. Сколько большинства было у торпеда, а реализации нет. Не в этот раз. Чарльз Генуэй. 1-0. Тут надо отметить, что у самих торпедовцев всего два удаления за матч. Сказываются два фактора. Установка всегда у тренера. Желательно, чтобы без удаления играть. Наверное, понятно. Но, наверное, я думаю, нефтехимик не такой быстрый гол. Еще в первом периоде Мишарин удваивает преимущество торпеда. Второй проходит без заброшенных шайб. А когда соперники снова меняются воротами, еще одно большинство. И еще один гол. Автор Щихура. Два большинства из трех. Вот это результат. После этого вопрос только один. Сможет ли на ноль отыграть Тихомиров? Еще одно отступление. В прошлом матче шатаут зарабатывает Линдбек. Но в этом матче он остается в запасе. Таков план Дэвида Немировски. Не просто так мы поставили. Он показывает, что он идет вперед, прогрессирует, чем в прошлый год. Я думаю, ему тяжело было. Но в конце сезона уже набирал и хорошо смотрел свой лето. И если будет так играть, то побольше будет играть. Тихомиров даже головой шайбы в этом матче отражает. 3-0. Победа торпеда. Четвертая подряд. Двух сухих матчей подряд у автозаводцев не было с 2017 года. Александр Быков, Виталий Кудрявцев. Время новостей.